5800 рублей за два золотых кольца от ювелирного салона Аметист. Субтитры подогнал «Симон» Все друзья Лены знают, если надо спеть, это к ней. С песней по жизни как-то легче, говорит сама девочка. Особенно, когда на душе одиноко или тоскливо. Пою почти каждый день, когда делать нечего, захожу в актовал, начинаю петь. Сегодня у Лены отличное настроение и песня подходящая. Она впервые на музыкальной студии звукозаписи. Педагог по вокалу ставит голос и дает советы. Ты можешь показывать, о чем поет. Только улыбайся, улыбайся, невесомости поверь и отдайся. Попробуй вот, вот вживи вот эту песню, хорошо? Она любит жизнь и легко увлекается. Кроме вокала Лена занимается спортом. Ее конек – командные игры. Волейбол, флорбол, баскетбол. Без ее участия не обходится ни один праздник в содружестве, ни одна дискотека. Ведь Лена не просто девочка, которая поет, она внештатный диджей. За семь лет в интернате Лена научилась занимать свое время. И его стены, конечно же, стали родными. Но в сердце все равно живет мечта. Я хочу, чтобы у меня были родители, чтобы был папа, была мама, сестра, брат. Хочу, чтобы меня любили, конечно, чтобы и так взяли, и было как-то параллельно на меня. Хочу, чтобы мне внимание уделяли. Внимания, заботы и любви этой девочки не хватало с самого рождения. В память, похоже, навсегда врезались горькие воспоминания из детства. С мамой, когда жили, ну, практически как бомжи были. Шлялись везде, как-то, ну, в разных городах были, по съемным квартирам. Никогда у нас не было своего уголка. Это одна из любимых песен Лены. Такая же тяжелая, как и ее детство. Скитание, голод и одиночество. Пока девочка не знает, что такое семейный уют и домашнее тепло. Но не перестает верить, что все самое хорошее только впереди. Моя ладонь превратилась в кулак. Каждые выходные Женя и Алена из Истры торопятся в клин. Дома их уже ждут. С дороги надо накормить. Здравствуйте. Ой, так. Алене – 18. Она будущий учитель начальных классов. Жене – 17. Она учится на социального педагога. Выбор профессии не случайный. Все детство у девочек перед глазами был положительный пример. Посоветовала у нее тоже Ларису Геннадьевну. Говорит, что там хорошее заведение. Будет хороший диплом. Ларису Федорову Женя и Алена считают своей мамой. Из интерната к себе она забрала девчонок два года назад. Но и до этого они росли у нее на глазах. В Петровском интернате Лариса Федорова работает воспитателем. Она помогала нам. То есть если она работала на другой группе, мы к ней бегали все время. Помогите, там сдам ваши задания. Мы все время помогали. Сидели, чай пили. Когда встал вопрос перед выбором профессии, захотели в педагогический колледж. А там нужна была отпека. Мне просто жалко было, что девочки в никуда пойдут. В никуда, то есть во взрослую жизнь. Ребенку из интерната самостоятельно адаптироваться всегда крайне сложно. По наблюдениям психологов, чрезмерная опека лишает воспитанников детских домов элементарных социальных навыков. Во взрослой жизни ребенку элементарно надо объяснить, что чтобы позавтракать, надо сходить купить. То есть патронатные воспитатели оказывают помощь вплоть до того, что они вместе с детьми ходят по магазинам. Они учат их приобретать. Они учат их расходовать денежные средства, которые у них есть. А потом очень большой проблемой становится трудоустройство детей. И не потому, что нет работы, а потому, что надо идти и работать. Решать проблему адаптации постинтернатных детей в Клинском районе начали в 2004-м. Тогда по инициативе службы опеки открылся Институт патронатных воспитателей. Принцип работы прост. Взрослые люди на практике объясняют житейские хитрости. Как платить за коммуналку, планировать бюджет, выбирать продукты в магазине, где искать работу. У наших детей, у них, к сожалению, большому отсутствует опыт семьи, опыт положительный, опыт семейной жизни. То есть они не знают, как строятся взаимоотношения в семье, не знают, как распределяются обязанности. А это очень важно для ребенка иметь опыт положительной семейной жизни. В приемных семьях положительный опыт семейной жизни дети как раз и получают. Женю и Алену Лариса Федорова научила многому. Прежде всего, как вести хозяйство. Теперь они ее первые помощницы. И приготовить, и убраться, и в огороде поработать. Здесь они уже научились и деньги тратить свои, стипендию тратить, и одежду покупать. Готовить, убираться, стирать, в чистоте содержать все. Это мы и в детдоме это учим. Но там они, как, их там много. У них нет там уединения. А ведь это так важно. Знать и чувствовать, что у тебя есть уголок, куда всегда можно вернуться. Где всегда поддержат и поймут. И главное, есть человек, который искренне переживает и любит. Семья – это главное в жизни, наверное, каждого ребенка и даже каждого человека. У Ларисы Федоровой большая семья. Трое своих взрослых детей. Сейчас уже воспитывает внуков. Алену и Женю здесь приняли как родных и называют сестрами. А сами девочки говорят, что уже и не представляют своей жизни без своей семьи. А Лена пока только надеется, что в скором времени свой дом и своя семья найдется и для нее. Снится сон, мама за руку возьмет. И с собой навсегда отсюда уйдет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok